День Победы 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 Это заслуга каждого жителя Советского Союза. И сегодня, благодаря бессмертному полку, мы узнали многие имена наших героев. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И все-таки День Победы – это праздник. А какой праздник может быть без хорошего настроения? В этом году его одарили в парке культуры и отдыха имени Зернова, где для горожан подготовили развлекательную программу под названием «Будем жить». Историко-патриотический квест, концерт творческих объединений, интерактивные площадки, танцевальная программа под песни военных лет. Вместе с другими горожанами там отдыхали и наши корреспонденты. Военные машины, полевая кухня, выставка фотографий собак-героев и множество интерактивных площадок, на которых можно было не только больше узнать о событиях тех лет, но и получить за это призы. В общую атмосферу главного праздника страны были вовлечены и самые маленькие жители города. Наши прадеды, деды сражались ради того, чтобы мы сейчас жили, чтобы мы сейчас наслаждались этим небом, чтобы мы просто наслаждались жизнью. И поэтому я считаю, что это очень правильно, что дети сейчас рисуют рисунки, посвященные Победе. Мне кажется, это наиболее важное, правильное, то, за что как раз сражались наши родственники. Впервые в этом году в парке прошел историко-патриотический квест на Берлин. Его участникам предстояло научиться стрелять из винтовки и проходить минное поле. Главная цель – преодолеть все задания, добраться до Рейхстага и написать на нем поздравительные слова в честь Дня Победы. Мне очень понравился этот квест. И вообще почти все понравилось на самом деле. И очень радуюсь, что и маленькие дети интересовались. Я научился лучше стрелять, пользоваться миноискателем. В званиях стало лучше разбираться. Очень нужны такие квесты. Они позволяют вспомнить, узнать, как это было тяжело, физически, морально, как это было сложно, чтобы это было в памяти, чтобы поколения последующие помнили, как сложно далась нам эта победа. День Победы! Ура! Не обошлось и без праздничного концерта. На танцевальной площадке и дети, и ветераны вместе с артистами исполняли песни военных лет и, конечно, танцевали под гармонь. Доброй традицией Дня Победы в Сарове стала легкоатлетическая эстафета. В этом году она прошла в нашем городе уже в 70-й раз. На символическую дистанцию в 2,5 километра вышли школьники и студенты, работники предприятий и организаций города. Всего в забеге приняли участие больше 100 человек. Как они готовились к эстафете и кто быстрее всех пересек финишную черту, расскажем далее. Даниил Изюкин из 2-й гимназии можно назвать старожилом легкоатлетической эстафеты в День Победы. Для него выступление на этом соревновании уже пятое по счету. И каждый год без медали молодой человек с площади Ленина не уходит. Я помню свою первую эстафету. Тогда мы не бежали к вечному огню, мы бежали до Комсомольской площади и поворачивали за ДК. Я бежал на этапе 200 метров от памятника и до поворота на автобусную остановку за ДК. На линию старта 9 мая вышло 10 школьных команд. Конкуренция сильная, а золото в эстафете ценится очень высоко. Чтобы не подвести команду готовиться к состязанию, Даниил начал еще, когда на улице лежал снег. Я бегал вокруг дома, по улице, вокруг района. Как только сошел снег, я начал бегать на Икаре, готовиться на длинные дистанции, на спринтерские дистанции. Потому что я готовлюсь не только к эстафете, я готовлюсь и к парашютному многоборию, бег на 3 километра. Организаторы стараются сохранить и приумножить добрые традиции эстафеты. Одна из них – торжественный парад спортсменов перед началом соревнований. Честь вывести более сотни участников предоставляется главному судье. Эстафета в этот год является юбилейной, посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это очень почетно и достойно. Все рассчитано до деталей, до того места, до куда мы должны дойти, как развернуться, куда посмотреть. Соревнования закончились. Сильнейшими в этом году в женских и смешанных забегах стали сотрудники ВНЕФ. Среди младших школьников золото досталось школе номер 5, а среди старшеклассников первыми оказались гимназисты. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Почти в каждой российской семье есть те, кто во время войны просто исчез. Иногда об их судьбе рассказывали сослуживцы, которые считали своим долгом рассказать о том, как провели последние дни и часы их сослуживцы. Но чаще была просто тишина и неизвестность. Для одних уголек надежды, может быть, жив. Для других тяжелая ноша, которая долгое время не давала спать по ночам. Каждый год поисковые отряды вновь отправляются в места, где кипели самые страшные бои, чтобы найти и наконец-то придать земле останки тех, кто погиб, защищая родную землю от фашистов. И в канун Дня Победы в Сарове спустя 73 года после окончания войны родные наконец-то смогли проститься со своим героем. Под выстрелы из автоматов и звуки военного оркестра в Сарове прошло первое в истории города захоронение найденного на полях сражения участника Великой Отечественной войны. Имя Алексея Григорьевича Кондракова наконец вычеркнули из списков пропавших без вести. Где-то нашелся, можно крикнуть «Ура!» Я, как говорится, сказать, что я рад, ничего не сказать. Воевал найденный красноармеец на Ленинградском фронте и погиб в декабре 41-го года, пытаясь укрыться от немецкого артиллерийского обстрела. Опознать останки поисковому отряду помог солдатский жетон. Вместе с личными вещами там был воинский медальон. Командир с женой потрудились полтора-два часа, чтобы не разрушать. Вскрыли, достали записку. При помощи экспертов удалось прочесть. Все читалось. Проводить в последний путь красноармейца Кондракова собралось несколько десятков человек. Военные, ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, неравнодушные жители города и школьники. Я считаю, что война не будет закончена, пока не будут найдены все солдаты и похоронены с почты. Десятки поисковых отрядов на местах былых сражений продолжают свою нелегкую и кропотливую работу. И будем надеяться, что скоро в списке пропавших без вести не останется ни одной фамилии. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Война – это такое время, когда непричастных не бывает. С оружием в окопе, ночами у станка, в поле и даже в плену врага. Они делали все, чтобы приблизить час, когда в самом логеве фашистов, где Гитлер приказывал расчистить для истинных арицев место под солнцем, взовьется красное знамя. И этот роковой для захватчиков час пробил. В День Победы. Который нам подарили участники и ветераны войны. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей. Они главные герои этого великого праздника. Услышать истории военных лет из первых уст – особая честь и привилегия, которая пока еще нам доступна. Поэтому каждый год сотрудники галереи цветов делают букеты для участников и ветеранов Великой Отечественной, для тружеников тыла. Часть отвозят в ветеранские организации. Отдельные букеты вручают лично. Для них это еще один повод прийти в гости и услышать воспоминания тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Каждый год мы поздравляем наших ветеранов с Днем Победы. Мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой. Желаем им здоровья. Также мы их помним, любим, ценим, уважаем. Низкий им поклон. Спасибо. В канун Дня Победы со словами поздравления и благодарности ко всем участникам и ветеранам войны на своем округе приходит и депутат Андрей Клич. С грустью отмечает, с каждым годом адресов в списке все меньше. Все меньше в живых остается свидетелей той войны. И тем ценнее и важнее каждый из них. Это, конечно, для меня очень трогательно. И, к сожалению, сегодня уже не получилось прийти к двум участникам Великой Отечественной войны, к которым в прошлом году я попал. И это, на самом деле, даже для меня огромная честь, что я сумел пообщаться с такими великими людьми, которые отстаивали нашу независимую страну. На пиджаке Николая Николаевича Власова едва-едва хватает места для всех орденов и медалей. Уйдя молодым юношей на фронт, он прошел почти через всю войну, был не единожды ранен и комиссован в 44-м. Николай Николаевич вспоминает, как участвовал в боях и выполнял особое сложное задание. Так однажды ему необходимо было доставить важнейшие документы на Сталинградский тракторный завод, который в годы войны был одним из первых переоборудованных под производство танков. Приходилось добираться мимо немцев и при этом оставаться незамеченным. В одном месте нельзя было лететь. И вниз спустился, и двое суток был под землёю. Ждал, на второй день открыл, слышу тихо. И ночью я тут выпылась, и с этими документами пошел на Сталинградский тракторный завод. Алексею Никифоровичу Кипкало было 14, когда в его края пришла война. Он жил в Полтавской области, и на его глазах самолёты бомбили проходящие мимо поезда. Часто во время бомбёжек было страшно, но никто не сомневался в победе. Эта вера и помогала выстоять. Помню то ужасное время, Алексей Никифорович всю жизнь посвятил обеспечению безопасности нашей страны, став одним из тех, кто ковал наш ядерный щит. Он принимал участие в ядерных испытаниях, в том числе и в первом подводном ядерном взрыве на Новой Земле 21 сентября 1955 года. Мы на берегу, километров 12, смотрели утром. Все, конечно, думали, что сейчас вот это нас положит. Ну, а там небольшая всё-таки. Страшненько, конечно, но красиво очень. Зинаида Михайловна Курбакова встретила войну ещё со всем ребёнком. Ей было всего 12. 15 месяцев юная Зина провела в оккупированной немцами деревне Александровке, что в Орловской области. Со слезами Зинаида Михайловна рассказывает, как немцы, пытаясь сломить волю русского народа, на глазах всей деревни расстреливали и пытали особо непокорных. Воздушные бои с утра и до ночи, танковое сражение, бомбёжки. Зинаида Михайловна говорит, что порой было страшно так, что хотелось умереть. Ну, настолько страшно. Мы вот сидели и думали, ну, хотя бы попала побыстрее бомба и убила уже просто нервы, не хватало, чтобы вот всё это пережить. Стоны раненых, мёртвые тела. Говорить об этом больно, но ещё страшнее забыть. Поэтому Зинаида Васильевна со всеми делится своими воспоминаниями и добавляет, даже в самые тяжёлые моменты никто не терял веры в победу. И когда она долгожданная пришла, счастью и радости не было предела. Вышли в белых платках с фартуками новыми. Все пошли под ручку к школе, и у школы там митинг был. Все плясали, танцевали, плакали, обнимались. Ой, там, что было, вот эти эмоции никогда больше не повторились. 6 мая православные христиане вспоминают Георгия Победоносца. Для нашей страны это цвето имеет особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змея, он запечатлён в самом центре национального герба. А в Сарове есть небольшая часовня, названная в честь великомученика. И в преддверии Дня Победы на ней установили мозаичную икону с изображением святого. Свято-Георгиевская часовня появилась в нашем городе в 2009 году. Построить её решили в одном из живописных мест нашего города возле пруда в Балыково. В 2010 году часовню осветил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Регулярные летние молебны начали проводить в 2012. А сегодня часовня обрела свою первую икону – святого великомученика Георгия Победоносца. Святой, можно сказать, который своим подвигом, своим мученичеством положил начало конца язычества в Римской империи. Георгий Победоносец был тем и образованным мужем, и потомственным христианином, и праведным, и благочестивым воином. Про этой рейс Сергий Скузаваткин совершил первый в этом году молебен святому Георгию. После чего осветил мозаичную икону, которая теперь украшает вход в часовню. Икона была изготовлена по печеньям семьи православных прихожан. Вдохновила их на её создание паломничества в Израиль на родину святого. Эта икона проделала путь от Волгодонска до Сарова. Она была сделана именно на специализированном предприятии из мозаичной иконы, из смальты. И вот она появилась у нас в часовне благодаря стараниям Валерия Николаевича Бойкова. А чтобы её выдрузить, это тоже дело хлопотное, здесь доброе дело помог сделать Саров Инвест. Для жителей нашего города Свято-Георгиевская часовня имеет особое значение. Здесь всегда поминают воинов, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. И если присмотреться, то на стенах часовни можно увидеть памятные доски с именами 500 погибших земляков, призванных из деревень, расположенных на протяжке Филипповки и Балыковья. Этим ребятам нет ещё и 10 лет, но они уже сделали свой первый важный и ответственный выбор. У мемориала Вечного огня собрались те, кому совсем скоро придётся вступить в ряды союз детских организаций «Сияющие звёзды». Торжественный митинг посвятили двум важным событиям – Дню Победы и посвящению в пионеры. К делам, на платы Родины, добру и справедливости, будь готов! Всегда готов! Именно с этого девиза начинается знакомство с коллективно-творческими делами, изучение истории знамени, освоение профессии гарниста и барабанщика. С этого лозунга начинается вся пионерская жизнь. Пионер – это значит первый. В этой организации вы многому научитесь. Вы научитесь, самое главное, действовать вместе, сообщая. Найдёте, я надеюсь, очень много друзей. Вступление в пионеры – важный и ответственный шаг в жизни маленьких саровчан. Поддержать ребят в их решении и повязать им красный галстук пришли не только старшие наставники, но и представители администрации, департамент образования и, конечно, ветераны. Запомните, в жизни человека бывают замечательные дни. Так вот, это один из дней, когда вы повяжете пионерский галстук. Этот день вы запомните на всю жизнь. В этом году в ряды пионеров вступило более 400 малышей из 12 пионерских и детских организаций города. Все ребята надолго запомнят этот день, потому что это их первый осознанный выбор. Запомнилось то, что нам повязывали галстук, потому что мы становились пионерами и теперь мы тоже можем помогать. Пионер – это тот человек, который говорит только правду, помогает ветеранам и устраивает акции. Я решила стать пионером, потому что для меня это большая честь, ведь я тоже хочу идти по той же дороге, что и многие пионеры-герои. Также на митинге ребята почтили память тех, кто сражался за нас в Великую Отечественную войну и возложили цветы к Вечному огню. В Саровском драматическом театре поставили спектакль по произведению Жанна Батиста Мольера «Лекарь по неволе». Это история веселого, беззаботного героя, который по воле обстоятельств притворяется доктором и отправляется в дом богатого сеньора, чтобы вылечить его дочь от странного недуга. Режиссер Эдуард Шахов предложил современную и местами даже неожиданную трактовку пьесы, написанную в середине 17 века. Внимание! Было три звонка, было три звонка. Актеры приглашаются на начало первого акта. Прозвенел третий звонок, а это значит, что через считанные минуты в зале погаснет свет и начнется спектакль. Но в новой постановке по произведению Мольера «Лекарь по неволе» режиссер решает приоткрыть завесу тайны и показать то, что обычно скрыто от глаз простого смертного. Да и герои спектакля появляются вовсе не из-за кулис, как привык зритель. И после яркого начала на сцене разворачиваются нешуточные страсти. Да кажется, сама судьба меня наставляет отомстить моему прощелыге. Минимальное количество декораций, яркие костюмы, отсылающие к эпохе Мольера и центральное звено художественного оформления сцены на сцене. Автор комедии писал пьесы для площадных театров. Именно поэтому на сцене Саровского драматического попытались воссоздать тот антураж, в котором эта пьеса игралась в 17 веке. Классика – это возможность работы с лучшим, что есть. Получилась такая тема не только комедийной линии, как у Мольера, например. Захотелось вдруг и в комедии поискать что-то иное, другое, кроме смеха, кроме какого-то веселого настроения. То есть какие-то глубинные моменты. Работая с комедией положений, автор постановки умудряется поразмышлять о жизни и смерти, затрагивая серьезную тему болезни общества. Режиссер связывает современность с эпохой Мольера, не меняя авторского текста. Впечатление весьма неоднозначное. Такая своеобразная интерпретация Мольера, конечно, наверное, ориентирована на современного зрителя. Ну, честно, понравилось. Очень. Класс понравился нам спектакль. Смеялись одни женщины. Новый спектакль уже успел вызвать резонанс среди любителей театра. Одни говорят о вольности и чрезмерной смелости в постановке некоторых сцен. Другие видят новый театр и попытку смахнуть пыль с произведением многовековой давности. Это сегодняшний день. Это сегодняшний день. Это время сегодняшнее. И структура пьесы, ее жанровая природа, ее легкость, ее такая, скажем так, свобода в проявлениях, некая такая, скажем так, в хорошем смысле это слово, такая возможность подурачиться. Очередная премьера спектакля «Лекарь по неволе» пройдет 11 мая, начало в 6 вечера. Ночная лига акустических концертов провела очередной квартирник. В программе кавер-версии песен, авторские композиции и стихотворения известных поэтов, которые создали душевную и теплую атмосферу для всех любителей творчества. Также в рамках концерта прошла презентация молодого коллектива «Прилетай». Подробности в следующем репортаже. Один из солистов творческого коллектива «Прилетай» Павел Гнатенко начал сочинять музыку совсем недавно. Это его первое выступление как автора собственных песен. Одну из них он написал в маршрутке. Вдохновение пришло во время дождя. «Решил написать песню о том, что в любой ситуации могло бы быть хуже все равно. И надо радоваться тому, что сейчас есть». Еще одну песню в полете написала Анастасия. По словам девушки, творческий процесс был легким, как никогда. Написана песня для фортепиано. О романтике и нежности добавила флейта в руках отца. Она просто о хорошем настроении, о том, что происходит, когда ты находишься в полете. Она скорее для размышлений. В программе «Квартирника» нашлось место и для открытого микрофона, когда любой желающий может выйти к микрофону и стать уже не зрителем, а активным участником концерта. «Мы не знаем, кто будет выступать, с чем выступать. Мы свою программу готовим, а формат открытого микрофона для нас самих неожиданности». Гости не только пели, но и читали стихи. Одни подготовились и принесли книги, другие, почувствовав желание и настроение выступить перед публикой, читали с мобильного телефона. У многих «Квартирники» ассоциируются с советским периодом запретов на вольнодумие и свободу мысли. Время сменилось, никто не ограничивает свободу творчества, но формат остался. Сейчас «Квартирник» — это небольшой концерт для любителей музыки и песен собственного сочинения, а также возможность узнать исполнителей поближе. И в завершение расскажем о спортивной победе, которую на днях добыли саровские баскетболисты. Клуб «Атом» завоевал главный трофей финала «Четырех». Так называется схватка за звание чемпиона Нижегородской области. Первый под каток наших спортсменов попала «Газоэлектроника» из «Арзамаса». Саровчане уверенно обыграли своих визавей и обеспечили себе выход в финал соревнований, где ждал давний и принципиальный соперник «Заволжья». О том, как прошла эта игра и какие перспективы теперь открываются перед саровским баскетболом, мы поговорили с директором команды «Атом» Алексеем Ковтуным. Алексей, спасибо, что согласились прийти. Давайте немного поговорим о самом соревновании. Финал «Четырех». Я так понимаю, это первенство главных любительских команд. Наша победа значит, что мы топ-любители во всей области. Все правильно. Это так называемая высшая лига области, где играют сильнейшие команды областные любительские. И по результатам регулярного чемпионата лучшие четверо встречаются в финале «Четырех». Алексей, как проходила финальная игра с принципиальным соперником? Как всегда бывает в финале очень напряженные первые две четверти. Редко когда бывает, чтобы какая-то команда резко оторвалась и удерживала преимущество. Это надо быть на голову выше. Плюс в течение определенных обстоятельств в плане того, что надо попасть вовремя и так далее. А здесь начало мы провалили первую четверть. Мы проиграли. И «Заволжья» мало забили, а мы еще меньше забили. Но сказывался, может быть, где-то нервяк, все-таки это финал, переживания какие-то определенные. Просок не шел в корзину. Бывает. Важно во всем этом в финале уметь терпеть и издать свои моменты. Во второй четверти мы их догнали. А в третьей, опять же, потихонечку стали переламывать игру. В защите очень замечательно ребята сыграли. А любой вид спорта от защиты идет. Главное, чтобы свои ворота не пропустить. А забить? Забьем. Все равно забьем что-нибудь. Мы потихонечку наращивали. Наращивали прям по очку, по два. И уже стало понятно, что инициатива... Да, уже концовки. Они попробовали что-то быстро делать. Но наши ребята были готовы. В результате 14 очков мы выиграли. Ну, мы чемпионы. Алексей, а какие перспективы открывает эта победа? То есть, я так понимаю, мы уже, в общем-то, уперлись в потолок. Да, так что мы выиграли чемпионат, мы уже автоматически по регламенту попадаем в финал, в Приволжскую федеральную округ. Единственная, конечно, стоит задача выиграть и чемпионат Нижнего Новгорода. Вот это и престижно, и практика нужна. Плюс немножко, у нас состав немножко отличается. Там и там. И сформировать оптимальный именно состав для выступления НТ-5 России. Потому что опыт показал, что состав должен быть очень сбалансированным. Все-таки приедут чемпионы Казани, Самары. Ну, такие области, в которых баскетбол по определению сильный. Там студенческие сильные команды, там команда, которая играет в ВТБ и так далее. То есть, у них уже сама структура баскетбола там налажена. И больше качественных игроков можно отобрать. Соответственно, если мы хотим, чтобы составить достойную конкуренцию, состав должен быть сбалансированным. Поэтому и было принято решение в начале сезона больше практики получить. Поэтому по другому направлению мы идем. И по результатам сформировать оптимальный коллектив, который будет дальше выступать по чемпионату России. Алексей, спасибо. До свидания. Всем спасибо. До свидания. Приходите за нас болеть. Будем рады. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. На этом все. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова